Пацаваса, представитель инопланетного разума, скитался в космосе, чтобы найти средство спасения для умирающей от скуки планеты Альфа-Мега-Центавра. Случайно прилетел на Землю, где встретил девочку Наташу. Она познакомила его с миром анимации. Пацаваса понял, что именно мультипликация вернет к жизни его родную планету и начал регулярно вести межгалактические телетрансляции самых интересных мультфильмов. Пацаваса был звездой телевидения. Его считали лучшим ведущим миллионы мальчишек и девчонок. В свое время программа «Мультиклуб» обошла в рейтинге многие детские передачи, уступив место лишь Яралашу и Дисней-клубу. Но где теперь Пацаваса – самый знаменитый инопланетянин полсоветского пространства? И почему его не видно на экранах? На родную планету Пацаваса так и не улетел. Остался у своего кукловода. В доме Александра Куприянова почти все говорит о ностальгии по мультиклубу. Здесь собраны настоящие раритеты. Выпуски программы на кассетах БТК – такие теперь мало даже где посмотришь. Миниатюрные копии героев «Спокойной ночи малышей», которые продаются только в Москве. Целлюлоидные снимки мультфильмов. На «Беларусьфильме» их когда-то выбрасывали пачками. Письма и рисунки маленьких телезрителей, которые давно выросли. А главный герой – вот он, с проколотыми ушами. Мы готовились на МТВ. Курточка под Биланом. Или подтикнуть. Специально даже рэпер вот такой вот. В общем, парень – душа нараспашку. Пытаясь снова вернуться на экран, герой 90-х и начала нулевых старался угнаться за модными веяниями. Сменил имидж, выучил молодежный сленг. Видеть такого прикинутого перца непривычно. В истории мультиклуба пацава заменялся всего раз. В 2001 году вязаную куклу заменили тканевой. МТВ – это МТВ. Там своеобразный стиль. То есть туда же с колыханкой не придешь, например. То есть там с медвежонком топы, вязаным на свитерке под горло. Но стать шоуменом на музыкальном канале поотзываться не удалось. Причины, по которым проект закрыли, так и не открыв, земные боссы инопланетянину объяснять не стали. Аналогично в свое время руководство ТВ не ответило ему на вопрос, почему после 14 лет эфиров было решено свернуть мультиклуб. Пришел новый редактор, главный детской редакции, и как-то программу просто стерли. Несмотря на все там опросы, прочее, на рейтинге, ее просто тихо закрыли. Без объяснения притчи. Деньги, деньги, трепетеньги, позабыв, покой не лень. Делай деньги. Делай деньги. Остальное все трепетеньги. Вместе с пациевацией в том же шкафу, но полкой ниже, живет волк Вова, которого тоже играл Александр Куприянов. Сейчас у забытой звезды Колыханки тихая старость и заслуженная пенсия. Но до своего 30-летнего юбилея волк мог и не дожить. Случайно или по злому умыслу волка Вову вместе с другими сказочными персонажами выкинули в мусорный бак. Что же вы волки делаете? Лето было, как сейчас помню, светло было. И вдруг смотрю, вот торчит вот эта вот штучка. А это я сам оборачивал. Я думаю, может показалось. Подошел, смотрю, а там все завалено в контейнер игрушками. Вот, лежали Сеня, поросенок, вот волк Вова, куча одежки разной старой, прочее, и дед Бородит. Ну, я забрал себе Сеню и, естественно, волка, раз выкинули, то я имею полное право. Вот. А деда Бородита я не смог достать. Во-первых, он очень пыльный был. Во-вторых, он очень объемный. Я бы его просто не унес. То есть надо было думать, либо эти две куклы, либо дед Бородит. Этот выбор и предрешил судьбу одного из самых народных и любимых героев детства. Но завтра, когда Александр вернулся с большим мешком за дедом Бородедом, мусорный контейнер уже был пуст. Во время съемок этого сюжета у старенького Вовы снова проснулись волчьи аппетиты. Говорит, хочет вести программу «Ты не поверишь» на НТВ. Александр Куприянов уверен, что с таким-то шебутным характером в Вове эта скандальная передача будет по зубам. Точнее, по зубу. Ведь после всех передряг у волка остался всего один зуб. Ой, вы не поверите. Пугачева разводится с Галкиным. Наконец-то. Теперь я могу заняться ей вплотную. Вернуться на голубой экран, пацаваться тоже хочет. Но сейчас в основном занимается благотворительностью. Выступает с концертами в детских домах. Говорит, зрители мультиклуба давно выросли, а молодое поколение его не знает. Была я Слава, ушла. К самому же Куприянову Слава так и не приходила. Кукловод все годы просидел под столом. Дети узнавали только его героев. Зато я горд тем, что я показал нашим белорусским детям всю абсолютно золотую коллекцию Диснея. Все. Бесплатно. Рассказали о том, как создавались эти мультфильмы. Мы показали, я тоже очень рад этому, все белорусские мультфильмы. Все, что было создано на белорусском фильме, мы показали. Сейчас бы мы этого не смогли сделать, потому что белорусский фильм нам бы такой счет взял. Законопасил. А мы просто показывали, причем мы показывали не просто так. Мы показывали даже фильмы, которые еще только снимаются, то есть которые только делаются. И художник нам объяснял, того же реактивного поросенка, что вот, я вот тут рисую так-то, это будет такая-то история. Мы заходили в студии, то есть народ, дети и взрослые, они видели просто-напросто, как это делается, вот это волшебство. В конце интервью, поддавшись воспоминаниям об ушедшем времени, кукловод Куприянов и зеленый человечек пацавата признались, что главное в их работе – это была возможность подарить детям веру в чудо. Но ее упустили, быть может, не навсегда. И подходит ко мне мужчина с ребенком, ну лет пять, наверное, шесть, говорит, извините, а можно вот, малыш, хочется пацаваться, поговорить? Я говорю, да не вопрос. Сажусь на одно колено, значит, вот так вот, да, сажусь вот так вот и начинаю, значит, я говорю, привет, малыш, как тебе зовут? Меня зовут пацаваться, а тебя как? Я начинаю рассказывать, я апреля, он молчит, мальчик, молчит, смотрит то на меня, то на него, то на меня, то на него. Я уже думаю, да что же делать, он немой, что ли? И я так, ну что ты молчишь? И он вдруг малой выдает, говорит, слушай, дядя, что ты все время говоришь? Дай пацаваться что-нибудь сказать. Все, это было, конечно, там папа так дико стеснялся и прочее. А они реально воспринимают, когда мы приходили, дотрагивались, они боялись просто-напросто дотронуться, а вдруг укусит, так приходится, к ребенку подойдет, говорит, не бойся, я не кусаюсь, у меня, смотри, даже зубов нету. То есть, а ребенок полностью воспринимает это как серьезно, говорит, давай лапу, давай поздороваемся. И так вот так вот с опаской, а потом столько счастья, ну ради этого стоит доработать и жить. Да, да? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok